Всем привет! Сегодняшние трансферы не ускользнут от нашего взора. Начнем! Хавьер Маскерана ушел из команды Вальверде. Целых 7,5 лет он служил верой и правдой этому клубу, выиграв за это время 4 чемпионства и 2 лиги чемпионов. А теперь он игрок китайского Хэбэй Чайна. Напомню, что аргентинцы уже 33 года и ему на смену должны уже прийти молодые. Хавьер попрощался с клубом и вот что сказал. Я даже не знал, что так долго здесь задержусь. Меня здесь ценили и для меня это был действительно настоящий подарок. Хавьер также говорит и про свой возраст и понимает, что в основу пробиться будет уже совсем тяжело. А вот Луиса Суареса признали лучшим игроком декабря в премере. Напомню, что уже заканчивается январь и очень круто сейчас узнать, что ты был лучшим в декабре. Напомню, что в декабре он забил 5 голов, один из которых ворота Реала. Сейчас на его счету 15 мячей. Монако не хочет продавать в Наполе своего хабэка Бальде Кейта. Неаполитанцы предложили за него 45 миллионов евро, но получили от Монако отказ. Напомню, что летом 2017 его купили у Лацо за 30 миллионов. Но Монако готова расставаться со своими игроками и готова дать Саутгемптон гиду Карильо, за которого просят 20 миллионов. Есть информация, что трансфер уже согласован и мы увидим Карильо в Саутгемптоне уже в конце января. ПСЖ оформила свой первый трансфер этой зимой, купив Лосана Диара, где он только не играл. И в Челси, и в Реале, и в Анжи, и в Локомотиве. Всего около 10 клубов. Игрок почти уже завершил карьеру, но ПСЖ решила вернуть игрока в Париж. Контракт с ним подписали до 2019 года и будет он выступать под номером 19. А вот Неймар может пропустить очередной матч своего клуба, на этот раз из-за свиста с трибун в свой адрес в игре с Дижоном. Вот что сказал тренер ПСЖ Унай Эмери. Болельщики относятся ко всем одинаково, а Неймара не рады видеть в своем клубе. Надо сказать, что Унай надо поторопиться и уговорить Неймара выйти на поле, ведь у команды и так выбыл Мбаппе. А вот Карима Бензима также свистали в последней игре с Депортиво. Да, игрок, надо признаться, находится не в лучшей форме и забивает крайне мало, игра у него не идет. Последний раз он забивал два месяца назад в игре с Малагой, а в чемпионате у него всего лишь сейчас два гола. Зеледин Зидан попросил болельщиков Реала не освистывать своего соотечественника, напомнив, что он выступает за клуб уже 9 лет. Как же вы так могли его освистать? Это несправедливо. Напомню, что Роналду тоже в свое время освистывали и ничего. Эден Джека уже совсем скоро может перейти из Ромы в Челси. Игрок уже согласовал контракт с синими. Но Рома это хороший вариант, у него хорошие проверенные игроки, можно вспомнить хотя бы вариант с Аллахом. А если поднимем статистику Джека за этот сезон, то в Сириа у него 9 голов, а в прошлом сезоне было 29, и он был тогда лучший. Арсенал повысил предложение по Пьеру Эмерику Абамьянгу. Напомню, Боруссия ранее два раза уже отклонила предложение канониров, но им нужно поторопиться, если не хотят купить Абамьянга, ведь трансфер на окно заканчивается через неделю. А как известно, Абамьянг – приоритет Арсенала этой зимой. Футбольный клуб Лидс представил новую эмблему. Было вот так, стало вот так. Те же желто-синие-белые цвета, а посередине теперь спортсмен. Наверное, это футболист. А сама надпись «Лидс Юнайтед» написана теперь полностью. Этот логотип разрабатывали ровно 6 месяцев специально к столетию клуба. Смотрите также результаты жеребьевки Лиги Наций. Подписывайтесь на канал, оцените ролик. Услышимся!